Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале MPD и Сальвимар. Все о подводной охоте. С вами я, Кирилл Просковяков, инструктор по фридайвингу и подводной охоте. Сегодня у нас тема это топ-5 трофеев средней полосы России. Покажем вам эти трофеи, расскажем вам об их максимальных размерах. И очень вкратце расскажем вам о том, где же искать этих трофеев, и как правильно их стрелять, и как правильно их приготовить. Вот примерно такая у нас идея. Поэтому смотрите до конца, будет интересно, будет много реально больших рыб. Так что погнали! Как предусловие, я хочу сказать, что трофей, понятие достаточно растяжимое. То есть, например, для меня окунь на 2 килограмма будет намного более желанным трофеем, чем сазан на 10. Сазан на 10 я стрелял и неоднократно. А вот окуня на 2 я ни разу не стрелял, а они есть, блин, вкусные. Но сегодня мы расскажем о трофеях, о тех наиболее крупных представителях водных биоресурсов средней полосы России. Это будут у нас следующие виды рыб. Само собой, европейский сом, карповые, сазан, карп, белый амур, черный амур, толстолоб, щука, судак, ну и все. Собственно говоря, вот эти 5 видов рыбы представлены сегодня в нашем топе. На чем мы, пожалуй, щуки? Нашей красавицы щуки, наиболее распространенной. Официальный мировой рекорд по добытой щуке составляет вес 30 килограмм и длину 1 метр 80 сантиметров. В интернете очень сильно разнится информация, и те данные, что я сейчас говорю, это данные из официальной книги рекордов Гиннесса. Есть сайты, где есть указания весов 40 и 50 килограмм, но, правда, фоток с весами нигде не приведено. Ну и, конечно же, есть рассказы наших рыбаков, где встречаются щуки вот с таким глазом и даже вот с таким. Где-то говорят, что есть и 40 и 50 килограмм, но я в этом сильно сомневаюсь. Мой личный рекорд по щуке это 9 килограмм, достаточно скромный. Много моих знакомых, ребят, подводных охотников брали щук по 14, 15, 16 килограмм. Я в реальности видел, есть и фотки, и весы. Больше мне не доводилось в реальной жизни встречать. Ну вот 30-ка рекорд. Значит, а где же у нас искать щуку на подводной охоте? Щука, она любит в первую очередь растительность. Она очень любит густую траву, камыш, заросли различные. Вот она будет стоять там. Если это речка с течением, то она избегает мест, где самое быстрое течение. То есть, если вот у нас идет русло, идет течение здесь, а где-то справа есть заводь или какая-то обраточка, скорее всего, щука будет находиться там. Она очень хорошо маскируется. Края нечастая на дневной подводной охоте. Бывают ситуации, когда плывешь, там, метр глубины под тобой, и вот она прямо из-под тебя выскакивает. То есть, ты ее проплыл, ты по-любому ее должен был глазами видеть, прозрачность там метра 4-5. Но ты ее не видишь, потому что свой зелено-черный цвет с вот этим камуфлированным рисунком, она специально там эволюции в природе выработала таким образом, чтобы на фоне зеленой растительности ее было нифига не видно. А это помогает ей охотиться, ну и скрываться от хищников, таких как мы, например. Собственно говоря, по поводу того, как стрелять в щуку, скажу, что не стоит стрелять в нее сверху вниз. Она очень сильно дергается, когда в нее попадает гарпун. А если он воткнется в дно и получится упор, то она, скорее всего, порвется и уйдет. Поэтому надо поднырнуть и стрелять параллельно на дну, так чтобы гарпун пробил ее насквозь. Это будет наиболее правильный выстрел, ну либо в голову. С точки зрения кулинарии щука является очень даже неплохим вариантом. Из нее можно приготовить шикарные котлетки, небольшие щучки, грамм по 800-1,5 килограмма. Мне очень нравятся в копченом виде горячего копчения, к пенному это прям... Ну и, конечно же, икра. Икра щучья. Я тут покупался на Новый год, обалдел от того, что она стоит полтора раз дороже, чем красная. Но, тем не менее, она реально вкусная. Мне кажется, что она даже интереснее, чем черная на вкус. Ну и еще куча-куча различных рецептов, может быть, в интернете. Ну что ж, переходим к следующему нашему трофею. Следующий наш трофей в списке – это судак. Честно признаться, любимая моя рыба. Люблю ее даже больше, чем красную. Вот она, рыбовые мечты! Вот она, вот она! Поворал своим кулинарным качествам. Это прям самая-самая топовая для меня рыбка. Вырастают они по разным данным до 12-13 килограмм. Я потратил часа, наверное, два на то, чтобы в интернете найти информацию о том, какой максимальный там зафиксированный размер судака. Открыл штук 40 ссылок. И во всех 40 была разная информация, прям конкретно разнилась. Где-то пишут 10 килограмм, где-то 12, где-то 13. Смотрел еще какие-то видео. В общем, достоверной на 100% проверенной информации мне найти не удалось. В среднем, я так понял, что 12-13 килограмм – это максимальный там рекордный зафиксированный именно размер. Ну, как всегда, есть рассказы, что браконьеры в сети поймали там судака 25 или 30 килограмм. Ну, конечно же, никому об этом не рассказывают, ибо они браконьеры. Ну, вот, не очень в это верю, если честно. Но всякое бывает. Мой личный рекорд по судачку – это 6 килограмм. Ну, и у меня много ребят, кто брал судака от 10 до 11 килограмм. То есть, это факт. Ну, как бы, штук 5-6 таких судаков мне доводилось видеть, взятых там моими друзьями, коллегами. Такой достаточно внушительный трофейчик в любом случае. И поэтому мы его включили в наш топ. А с точки зрения того, где же нам искать судака? Это реки в основном. Он, как бы, и в стоячих водоемах тоже водится, но основная его масса все равно сосредоточена в реках. Причем реки не малые, а все-таки средние и большие реки. Больше он их любит. Это обязательно плотное дно, твердое, не илистое. То есть, это глина, камень. Вот это он любит. Это обязательно какие-то укрытия. Завалы из бревен, коряк, пней, камней, может быть. Вот эти вещи он тоже любит. Судак – это ночной хищник. Днем он отдыхает как раз-таки в этих корягах, в этих темненьких местах. А ночью он выходит на охоту. Поэтому в ночное время суток его можно встретить где-то ближе к берегу, на меньшей глубине. Ну и, в принципе, он более активный. А днем же он отдыхает в этих коряжках. Хотя я много раз видел, как судак кормится и днем. Но, правда, это было все осенью уже достаточно глубокой. И, в общем-то, наверное, он просто отъедался перед зимой. Хоть он и зимой кормится, но зимой кормовая база-то меньше. Там, видимо, все равно присутствует у него это отъедание. Он, в том числе, и днем охотится. Интересно, кстати, понаблюдать, как он охотится. Ну, как правило, это глубина. То есть судака вот так с поверхности, в отличие от щуки, наиболее простой распространенной рыбы, ты фиг встретишь, это надо нырять. И надо нырять туда уже куда-то в темную зону. В основном это 4, 5, 6, 10, 12 метров. Хотя бывают случаи, когда и там полутора-двух метров где-то в коряжках он стоит. А нужно здесь пробовать и экспериментировать. С точки зрения того, как стрелять по судаку, сверху вниз, так, чтобы его гарпун пригвоздил к дну, в отличие от щуки. Это нормально, мясо у него плотное, он не рвется. Но целиться надо куда-то ближе к башке и в самое толстое место, чтобы не там кожу ему чисто проткнуть. Так он может сойти. Ну, либо это параллельно дну выстрел, когда гарпун выходит насквозь. Он тоже очень даже подходит для охоты по судаку. Ну и с точки зрения кулинарии, гастрономии, как я уже сказал, моя любимая рыба. Могу здесь на полчаса тормознуться и понарассказывать рецептов. Но не буду это делать, дабы не занимать время. В интернете куча этой информации. Могу сказать, что действительно огромное поле непаханное для творчества. И запеченный тебе, и со сметаной, и с фруктами мы пробовали запекать. Снимать кожу чулком, набивать ее фаршем из этого же судака, перемешанного с гречей. И делать рулетики, в общем, что только не делали. Но реально очень много всякого вкусного. Можно сделать из судачка. Так что после удачной охоты творите на вашей кухне. Ну а мы идем дальше. Следующий трофей в нашем списке это карповые. Решили объединить их в одну группу. Карп, сазан, белый амур, черный амур. Все это к этому семейству относится. Наиболее крупными представителями являются все-таки амуры. Белый амур, то есть 35-40 кг веса у них бывают. Ребята брали по 35-40 кг. Реально 35-40 кг я знаю, ребята брали. И прямо есть и фотки и с весами, и со всем остальным. Мой личный рекорд это 20+. Не было у нас весов, но точно он за 20-ку был. Это амур, хорошенький, жирненький. Поэтому такая, что карп, он как правило немножко меньше. Ну в общей массе он меньше. Тем не менее, есть история, я ее видел еще года 4 назад. Готовясь к этому видео, вспомнил про нее. Парень поймал, застрелил карпа на 33 кг. Причем на малой речке, где-то в средней полосе России. И про него даже сняли сюжет на телеканале. Сейчас как раз вставим вам этот сюжетик. Пока не в кино, но на телевидение и многочисленные ресурсы в интернете вполне заслуженно попал и житель Кобрина. Он поймал огромного сазана, метр 25 и весом в 30 кг. Такая удача тянет на рекорд. Плавник внушительных размеров рыбак заприметил во время подводной охоты на реке Муховец. Но не ожидал, что добыча окажется настолько крупной. На расстоянии сантиметров 20 она от меня была. Я автоматически в одной руке ружье, во второй ничего не было. Обхватываю сазана и автоматически ноги его тоже обхватывают. Вот тогда было состояние шока, такого размера, как он был на самом деле. 33 кг, понимаете, тоже бывает. Но в общей массе, то есть амуры там 20+, часто встречаются. А сазаны там 20+, это очень большая редкость. Поэтому считаем, что амуры все-таки крупнее и более быстро растущие. С точки зрения того, где искать нам карповых. В летний период времени, когда на улице тепло, это мелководье. Это мелководье, метр полтора-два глубины. Это густая растительность. В первую очередь сазан любит кувшинку. Вот кувшинка, как в Астрахани лотос растет, где ему есть вот эти проходы, есть тенечек от этой кувшинки. Там нужно быть максимально осмотрительным. И еще очень важный фактор, это рязка. На поверхности воды бывает такая рязка, как на болоте, знаете, такие зелененькие мелкие мешочки. Это любимое лакомство белого амура. Если где-то, видите, прямо скопление рязки, которое течение нанесло на какую-то траву, вот, там надо максимально сосредоточенно и максимально внимательно прошарить этот участок, потому что вероятность, что он будет там максимально. И карп, и амур, ну и лечь с ним в перемешку тоже. Бывают, конечно же, и такие исключения, как там Волгоград, например, летом. Волга в Волгограде, там на 10-15 метрах на сильном течении амуры ходят как одиночно, так и с тайками. Но в общей массе, это скорее исключение, это только 5%, да, все остальные 95% это небольшая глубина, трава, заросли, он, собственно говоря, жрет, не зря его называют речная свинья периодически, да, этого карпа. В холодное время года сазаны, амуры, карпы сбиваются в достаточно плотные, большие стада и уходят под коряги. Находят себе место с затишкой, там замирают, практически не шевелятся и практически не питаются. На очень крупных водохранилищах и реках они, бывает, сбиваются в огромные-огромные стада и плавно, медленно перемещаются вдоль дна. Потрясающее зрелище, я очень мечтаю увидеть, один раз только на видео видел, Паш Антонов, наш, Царство ему небесное, снимал, где-то на Днепре, это, конечно, потрясающе, огромные сазанища и их стада. Он мне на словах рассказывал, говорит, идет и идет и идет и конца края не видно. И он говорит, где-то около километра, вы представляете себе, километр в длину просто стадища этого сазана. А там чушки, ну, такие под двадцатку, понимаете, в начале, которые 20-25, первые идут, ведут это все стадо за собой. И медленно-медленно поднимают, очень красивые кадры. Увидеть такое вживую, ну, мечта, реально мечта, надеюсь, когда-нибудь доведется. Соответственно, вот, ну, если речь про зимнюю подводную охоту, то искать их нужно в корягах, в корчах, где-то в затишках, в общем-то, в месте, где им можно будет укрыться от течения, сбиться в стадо и скучковаться. Дальше, толстолоб, это очень интересная рыба, по размерам она может быть действительно очень внушительной. То есть, 45-50 килограмм, это вполне реальные толстолобики, которых там брали мои коллеги, подводные охотники в том числе. Я точно знаю эти случаи, его, подготавливаясь к этому видео, наткнулись в интернете на забавное шортс-видео, где наши ребята там на СВО споймали толстолоба килограмм под 50 и тащат его на носилках, вставим тоже сюда обязательно. Давай, братан, мы тебя, мы тебя, бля, спасем. Давайте, до скорой, до скорой его. Срочно. Мне, к сожалению, по толстолобу удавалось взять экземпляр всего-навсего на 3,5 килограммчика. Ну, так не везло мне. На него одна маленькая речка, причем вышли с тайкой, не удержался, одного забрал. С точки зрения того, где искать толстолоба, ну, это, как правило, все-таки большие водоемы. Это большие водохранилища, это большие реки, как Волга, например. Охота сама по себе на толстолоба, она является наиболее сложной из всех вообще существующих охот в пресных водоемах. Почему? Потому что толстолоб, он ходит в толще воды. Ну, реально, он постоянно в движении, он не стоит, это не статичная мишень, всегда двигается. Он на большой глубине, как правило, то есть, ну, ходит-то он, может, и не на большой глубине, но чтобы его стрельнуть, надо нырять на большую глубину. Потому что техника охоты на толстолоба, это у нас залежка, залежка на просвет причем. То есть, ты должен нырнуть куда-то, где уже достаточно темно, оттуда повернуть голову снизу вверх, дождаться и увидеть, когда эти туши начнут проходить над тобой. Потом чуть сблизиться с ними, все это сделать плавно, аккуратно, прицелиться и еще и совершить выстрел. Причем по такой здоровой рыбине и быть готовым потом к борьбе с ней. Лучше всего, конечно же, попасть толстолобу в жаберную крышку, вот, но при выстреле снизу вверх, в принципе, в самое толстое место рыбы, скорее всего, он не порвется, мясо у него действительно достаточно плотное. Не просто так, если ему в лоб жахнуть, то есть большая вероятность, что у него гарпу на толпа отскочит, потому что кость там нехилая. Даже этот мелкий, который, например, с половиной килограмма, я его когда разделал, я из него вкус варил, у него там эта костяшка такая была, ее поди проломи. А если это экземпляр килограмм на 30-40, то там вот вообще будет еще в два раза больше. Вот такая примерно тактика охоты на толстолоба. Принцип его поиска, это все равно эхолот нужен по-любому, либо местный, который знает место, где его искать, и это нужно потратить на поиск, ну, там, 80% времени и только 20% на охоту. То есть надо реально поиск, потому что его может 100 до 200 голов на акватории, там, я не знаю, 10 на 100 километров перемещаться, и вот пойди его найди. А оно в толще, и они не стоят на месте, постоянно двигаются. Вот нашел его, нырнул, и он над тобой вот ходит в залежке, это кайф. Поэтому и самая сложная охота. По-хорошему ружье, конечно, нужно 75-ка, не в мат, с хорошей закачкой, с острым наконечником, потому что по алтинникам толстолоба, как правило, не возьмешь. На просвет видно достаточно далеко, и, ну, как бы, ну, возьмешь, но шансов меньше, лучше подлинировать. С точки зрения кулинарии, ну, я в интернете посмотрел много чего, собственно говоря, из толстолоба готовят, и запекают его, оказывается, как карпа. Нагетсы готовят, шашлык тоже неплохой, говорят, получается. Наверное, основное, что такое вот прям блюдо-блюдо из толстолоба, очень распространенное, балык из толстолоба, он жирненький, когда крупный. Говорят, что очень вкусно. А я, если его, как говорил, уже сварил уху, вполне себе нормально, но мелковат он был, из-за этого жирности не хватало. Если ты был покрупнее, я думаю, было бы вообще огонь. Так, ну и что ж, подошли мы к крайнему представителю нашего топа. Это, конечно же, европейский сом. Это крупнейшая рыба, которая обитает в пресных водоемах средней полосы России. Но мы не берем осетровых, там, белугу, калугу. Редкость и запретка, поэтому сом у них самая-самая крупнейшая рыба. 120-130 килограмм, вполне реальные его размеры. Конечно же, ходят и байки, там, про самов-людоедов. 250-300 килограмм весом, с такими вот постями. На Волге у нас за 100 килограмм ребята стреляют сомиков. У нас есть дилер в Волгограде Андрей Трофимчук. Я, когда в первый раз приехал к нему на переговоры продавать с Альвимар, увидел у него в магазине его фотку с сомом на 115 килограмм. Дело немножечко, понял, что я тут уже не расскажу, какой я крутой охотник. Уже люди сами с усами, но фотка, конечно, зачетная, а и сомик зачетный. Нужно сразу отметить, что сом это очень достойный, серьезный противник, который по размеру сопоставим с человеком. С точки зрения поиска сома, ну, тут опять можно на три видео еще заснять. Если очень вкратце, то это бревна, завалы. Сом хищник ночной, днем он спит, ночью охотится. Он подслеповатый, зрение у него очень плохое, ориентируется он своими усиками, вот, как раз-таки колебания воды улавливает. А поэтому он любит темные места. В дневное время, в том числе, это какие-то бревна, завалы из бревен, это какие-то крыши, ну, когда наметает всякой ерунды, всякой травы и тому подобное, образуется такая крыша под ней, реально темно, под нее ныряешь, а он стоит прям под ней. Либо завал. И очень часто при охоте в завалах на сама, там, завал, я не знаю, 10 на 5 метров какой-то там, ну, на тыкан, много-много бревен. И вот ты его можешь обныривать час, полтора, то есть делать 20-30 нырков. Ну, страшно же залазить вглубь, ты вот понемножечку изучаешь, понимаешь, там, как он устроен, этот завал. И вот за все это время не видишь там ни одного сама. И когда вот ты уже осмелел и залез вот в самую-самую, простите за выражение, задницу этого завала, где темно и страшно, и куда очень тяжело залезть, и откуда потом очень тяжело вылазить, вот он там и будет стоять. Вот если он есть, то он по-любому там и будет стоять, в самом-самом труднодоступном, в самом-самом темном месте завала он будет находиться. Где-то с краюшку, ну, бывает и такое, но это скорее редкость. Чаще всего он будет в самой заднице, в общем-то. Поэтому надо быть очень аккуратным, при охоте на сама. И в таких вот ситуациях, как я сейчас описал, 5 раз подумать перед выстрелом, стоит ли. И зимой, так же, как и карповый, и сом у нас спиваются в большие стада и встает на места стоянки. Ну, так называемые зимовальные ямы, хотя порой это бывает вовсе не яма, а рядом там 12 метров глубина, а на 3 метрах лежит какая-то удачная коряга с подмывом, которая хорошо защищает от течения, и весь сом стоит на 3 метрах в этой коряге, а где 12 метров глубина в яме, там пустое дно, сколько раз такое встречал. Но, с точки зрения того, как стрелять по самому. Ну, идеальный, правильный выстрел, это сверху вниз, маленький плавничок. Это надежно, рыба сразу отключается и не мучается. Второй вариант, это в хвостовую часть, где-то на 1 треть от длины рыбы отмеряем, и стреляем чуть выше середины рыбы по ширине. А там наиболее плотное мясо тоже, скорее всего, не сойдет. Ну, и повторюсь еще раз, 10 раз подумать перед выстрелом о том, что будет происходить после выстрела. Потому что у меня вот много ситуаций было, когда я не стрелял. АК, 10-12 метров глубина, темно уже, как в заднице, блин, куча завалов, просто вот эти корни, ветки, палки какие-то торчат. И вижу хвост сама, вот такой кусочек хвостика. То есть, я его такой длины вижу, и он вот такой же ширины. Я понимаю, что нехилый хвост, вот этим фонарем веду, 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 веду. И в какой-то момент такое окошко, ну, как из этих корней и палок, и там вот такая жабра стоит. Один глазик вот этот торчит, вот такая жаберная. Килограмм, ну, 30. Я понимаю, я ему сейчас могу долбануть, потому что хороший выстрел. Но он один фиг рванет вперед, а там, ну, просто нереальный завал из камней. Он 100% обкрутит этот гарпун об эти ветки. И, ну, вероятность, в общем-то, что рыба уйдет еще и вместе с моим гарпуном. Она там 50% как минимум, а то и больше. Ну, смысл какой? Нет, не стоит в такой ситуации стрелять, просто проявить выдержку. Сказать, ладно, в следующий раз, ну, ты же увиделся, впечатлил, вот как я вам сейчас рассказывал. Клянусь вам, рассказывая это, я этот кадр полностью, полностью, как он есть, помню. И буду помнить его еще долго-долго, потому что он был очень запоминающийся и яркий в моей жизни. С точки зрения кулинарии, ну, я, честно признаться, очень люблю сама. И здесь тоже поделюсь с вами классным лайфхаком, который сам недавно узнал. Многие, наверное, знают давно, но я его не знал, недавно узнал. А оказывается, если сама правильно счистить слизь, то это колоссально влияет на вкус мяса, колоссально. Я чистил с него слизь всегда, ножиком счищал, насколько мог, там его можно и 4 часа сквести, а нифига ты не счистишь. И тут мой друг Леха мне подсказал эту историю. Оказывается, берешь сама и, короче говоря, чайник обычный кипятишь и обливаешь его кипятком. Он белеет, прям белый становится, кожа так немножко скукоживается. И потом вот так один раз легко ножичком проводишь, вся слизь полностью отваливается, он вообще без слизи остается. И самое-то главное, что я с этого понял, что вкус колоссально меняется. То есть, тин и запах полностью уходит. Прям возьми одного сама, порежь напополам, половину попробуй и так очистить, а половину там нечисти, ну или ножом поскобли. И два куска пожарь, я причем так сделал. И попробуй, колоссальная разница, поэтому прямо лайфхак, лайфхак. Ну и с точки зрения готовки, мне нравятся сомики, особенно хорошие, 15-20 и больше килограмм. Из них выходит шикарный шашлык, наверное, любимое мое это в томатном маринаде с перчиком, с черным крупномолотым. Да и уха тоже классная, балычок из сома, конечно же, супер история тоже, какая на зиму можно заготавливать. Да, в общем-то, куча рецептов из сомика, поэтому желаю вам хороших трофеев по сомику и хороших кулинарных изысков по нему. Ну, вот такой вот у нас получился топ, топ рыбок в средней полосе России. Я думаю, в дальнейшем сделаем там топ северных рыбок, сделаем еще топ рыбок там на Черном море. И потому что это совсем разные виды, это разная охота, разные стили, принципы. Думаю, если эта тема зайдет, будем снимать эти видео. Поэтому, если тема заходит, если вам нравится, с вас лайк, мы поймем, что это имеет смысл работать над этим направлением. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать наши новые видео. Они будут выходить регулярно. Ну, а я с вами прощаюсь. Увидимся на подводной охоте. Всем пока!